Итак, ребята, всем привет! Михаил, канал Видеогейм Эдикшн и Fallout 4 DLC Westland Workshop. Ну, пойдем, собственно, встречать первых жителей и обитателей нашего убежища. О, целых трое. Еще минутку, и можно начинать. Сделайте шаг вперед. Добро пожаловать, добро пожаловать. Так, значит, это и есть убежище? Верно, а вы можете стать одним из его счастливых жителей. У вас ведь есть здесь еда, да? Конечно, и шанс начать новую жизнь. Но сначала пара вопросов. Какую роль, по-вашему, должно играть хорошее правительство? Правительство? О чем вы вообще говорите? Так. Мы же не злодеи. Все нормально, мы же не злодеи. Просто отвечайте на вопросы. Вроде вы ничего не замышляете. Хорошо. Насколько мне известно, это как раз из тех правительств, теперь все вокруг. Вы не годитесь для особой программы, но добро пожаловать в наше убежище, в ваш новый дом. Если судить по ее внешнему виду, условия жизни на поверхности суровее, чем я предполагала. Приступим к следующему собеседованию. Почему она не прошла интервью? От скептиков и циников редко можно получить хорошие результаты. Нет, нам не нужен тот, кто готов сотрудничать. Хм, интересно. Давайте продолжим. Ладно. Здравствуйте. Добро пожаловать в убежище 88. Как у вас тут мило? Очень мило. Я могу пойти куда захочу? Да? В разумных пределах, но у меня к вам вопрос. Конечно, конечно. Что вы хотите узнать? Гипотетический вопрос. Допустим, реактор начал плавиться, и только вы можете предотвратить катастрофу. И у вас какие-то проблемы с реактором? Нет, нет, он в порядке. Это просто воображаемая ситуация. Только вы можете предотвратить катастрофу, но при этом вы получите огромную дозу радиации. Что вы сделаете? Что вы сделаете? Ну, что вы скажете? Если вы не возражаете, то мне не терпится здесь и смотреться. Хм. Зачем вы здесь? Не вздумайте нас обмануть. Ответьте на вопрос. Хм. Интересно. Ну, давайте спросим, зачем он здесь? Я просто хочу помочь, да? Я сделаю все, что захотите. Хм. Подумайте над вопросом смотрителя и ответьте на него. Хм. Хорошо. Вы просите меня прыгнуть в реактор? Серьезно? Пожалуйста. Я этого делать не буду. Хм. 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 Пусть останется. Такой человек нам бы убежище пригодился. Если это никакая не ловушка, я готов попробовать. Честно. Спасибо за честные ответы. Вы можете остаться, но вы нам не подходите. Вы можете остаться, но... Вы не хотите, что мы хотим. Пойдемте, и посмотрите на свой новый дом. Какой колоритный джентльмен. Для наших экспериментов он явно не подходит. Будем надеяться, в третий раз повезет. Что с ним не так? Лжетца обесценит любую собираемую с его помощью информацию. Нет, он нам не подойдет. Давайте побеседуем со следующим кандидатом. Как скажете? Здравствуйте. Добро пожаловать в ваш новый дом. Ух ты, настоящий смотрикий. Я так рад, что попал сюда. Привет, меня зовут Клэм. Я так рад, что попал сюда. Привет, меня зовут Клэм. Клэм, да? Прежде чем вы здесь устроитесь, мне хотелось бы задать вам пару вопросов. А, ладно, конечно, я отвечу на все вопросы. Ну, это хорошо. Вот задача. Вы назначили, вас назначили часовым, но вы понимаете, стоять на посту следить за тем, чтобы не проникли, не проникли чужаки. Но вы слышите, что в обежище кричит женщина. Как вы поступите? Вам нужно что-то, чтобы я охранял? Это можно. Если хотите, я могу заняться этим прямо сейчас. Но я не слышу никаких криков, госпожа смотритель. Секунду. Извиняюсь, телефон. Итак. Не надо... Давайте выберем вариант, что не нужно нервничать. Извините, но если вы говорите мне, что нужно охранять, я буду охранять. Я не покину пост, пока вы мне не скажете. Это нормально? Еще один вопрос. Что вы сможете сказать о своей матери? О, она скончалась, но она была добрая. Она бы вам понравилась. Однажды она убила кортокрыса. Правда? Потрясающе. Пишите ее качества, которыми вы больше всего восхищаетесь. Но она была сильная. Кротокрысу же она убила, и еще она меня кормила. Ох, простите, здесь гораздо лучше, чем в той дыре, в которой я жил. Он мне нравится. Ну, давайте спросим про другие качества. Наверняка у нее были и другие качества, которые вам нравились. Ну, как бы плохо ни было, она всегда заботилась о нас, о детях. И она сражалась до конца. Клен, нам нужен доброволец, человек, испытывающий новую технику, которая поможет всем людям. Вы хотите этим заняться? Значит, я могу остаться? То есть, да, я помогу, я люблю помогать. Клен такой, он всегда помогает. Да, вы нам подойдете. Собственно, можно приступать прямо сейчас. Теперь, когда у нас есть клэм, мы можем начать. Прежде всего, нужно одеть его и снабдить всем необходимым. Рядом, со входом, должно быть все необходимое. Выдать клэму комбинезон убежища. Ну, отлично. Ха, копибой еще появилась. Так, нам понадобится один. А, отлично, он все взял. Он все взял. Так. Комбинезон убежища. Хотя, мне один понадобится. Для коллекции. Угу. Как стоять? Клен? Клен, давай-ка оденем тебя в настоящий костюм жителя убежища. Мм, потом. Вот это я у тебя все заберу. Это тебе не надо. И пистолет-то тебе по сути не нужен. Так. Один. А пикбои у меня где? Они, интересно. Они, наверное, в хламе. Нет. Мои модификации? Нет. В предметах, может? А, ну тут все, да. Интересно, а где пикбои? Мм, может в разном, да, по-любому здесь. Так, 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 так. А, да, вот. А почему он его не взял? Еще раз. Вот, да, отлично. Так. Он вроде их сам должен надеть, да? Так, ну все, выходим. Я вас не подведу, обещаю. Да, он пикбой одел, но этот он не одел. А, да, он его сразу нацепил, и один у него лишний получился. Клэм, давай-ка денем тебя в настоящий. Да, 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 да. Поэтому этот пикбой я забираю себе. Как же на тебе его нацепить-то, зараза? Да. Вот так вот. Я так рад, что оказался здесь. Я принесу пользу, вот вы видите. Меня удержали в убежище в 114. Их что, реально больше сотни? Ну да, вполне возможно. Хм. Да, неплохо. Так, ну в пикбое же что-то весят. Вес один, да. Я бы их лучше выложил тогда в таком случае, чтобы они места не занимали. Они же в разном, да? Угу. То есть они там лежат. Так, что у нас, собственно, дальше? Поговорить со смотрителем. Ну, идем поговорим со смотрителем. Кстати, да, я немножко тут поигрался. Просто посмотрел, что можно поделать. Ну так, пол поделал, второй этаж соорудил. Ну, совсем немного, я вот видите, даже вагоны ничего не убирал. Так, просто. Такой, конечно, бутафорский второй этаж, еще не доделанный. Первый житель нашего убежища. Исторический момент. Ну ладно, перейдем к делу. Физические упражнения – это по определению эгоистическое занятие. Вместо того, чтобы каждый час, каждую минуту помогать обществу добиваться важных целей, житель улучшает свое тело, делая его параметры выше стандартных. Компания Волтек решила эту проблему. Энергоцикл 1000. Когда вы крутите педали, вы снабжаете убежище энергией. Идеальная эксплуатация, в общем, бесполезного занятия. Звучит неплохо. Нам нужно просто превратить гипотезу в реальность. Прототип, конечно, далек от совершенства. Во время экспериментов происходили несчастные случаи, были даже случаи кровоизлияния в мозг. Что? Смотрите? О, Клем, не беспокойся, у этой модели дефектов не будет. А, отлично. Ну, скорее всего. Давайте я загружу чертеж в ваш пип-бой. Создайте этот предмет и подключите к терминалу, чтобы выбрать параметры эксперимента. Выжмите из клемма все соки, мне нужна энергия. Постройте энергоцикл 1000. Замечательно. Ну, опять же так, без особого энтузиазма я здесь его воткну просто куда-нибудь, а потом это все приведу в какой-нибудь такой относительно божеский вид. Ну, ты должен знать, что люди жалуются на нехватку кровати, ну, блин, знаю, да. Не, могу их так натыкать. Так. Мне нужен энергоцикл. Не уверен, что он в структурах, но давайте в разделе убежища посмотрим. Нет, тут только то, что для строительства нам нужны леса, товарные вагоны. Что нахер они нам нужны? Это жилоб для шарика. Господи. Так, где же этот энергоцикл, чтобы его за ногу это еще что-то? Это колодки! Позорный столб, потрясающе. Нет, точно не магазины. Может, в создании предметов. Тоже нелогично, конечно. Логично, что не в клетках. Давайте прямо на маркер подойдем. Да, господи, да где же? Может, он в энерги, в питании, генератор, проводник, сложные переключатели, питание, производство, станки. Ужас, станки какие-то, ой. Кузница энергетического оружия. Пищевой процессор. Конвейеры. Навесы. Так, навесы нам не нужны. Разные, может. Капец, конечно, освещение. Ну, энергоцикл, по-любому, какой-нибудь лесопед выглядит, я не знаю. Блин, логично его было бы в генераторах разместить. Но в генераторах его нету. Даже не знаю, что делать-то. Ходить в коробки разбирать. Ну, блин, искать, что? Освещение. Досмотреть до конца уж. Ничего нету. Тоже ничего нету. Неоны. Точно ни в неоне слов. Так, не в переключателях. Да, блин, да где же это может быть-то? Особое, да маловероятно. Да, да. Кто бы вот, сука, мог подумать. Так. Болтов у меня нет для него, да? Так, по-моему, да, здесь есть два болта. С чего-то еще, по-моему, можно взять. Так, сейчас я вспомню, в чем болты водятся. Так. Сейчас, сейчас, сейчас. Поищем, поищем. В вентиляторе, по-моему, есть. Да. Вот, все. Ну, не знаю. Можно наверх поставить к смотрителю. Я как-то отдельно все-таки хотел эту комнату делать. Вон, сюда вот в нем я потом как-то это все в более божеский вид приведу. Подключить терминал к энергоциклу и задать параметры. Так. Вот это уже сложно сейчас. Так. Господи, какой же это бред. Так, ясно. Придется наверх его поднять на первое время. Так. Подключить терминал к энергоциклу и задать параметры эксперимента. Повышение интеллекта. Как его подключить, интересно. Так. Выбрать. Прикрепить провод. Почему его прикрепить-то? Хе-хе. Ну, ни в какую не хочет, а может его развернуть? Странно. Кто-то нуждает помощи с чем-то? Просто хочу продвигать несколько вещей. Что-то я однозначно не понимаю. Подключить терминал к энергоциклу и задать параметры эксперимента. Как этот терминал-то подключить? Может так же, через альт как-то? Так, нет. Хм, то есть его один из всего можно создать. Блин, даже не знаю, как его подключить. Хм. Вообще мыслей просто ноль. Ну, в обороне точно не в обороне, но в питании маловероятно. Может действительно сложный переключатель нужен? Ну как там, в задании нет. Подключить терминал к энергоциклу? Блин, не знаю, не знаю. Ну, сейчас я тогда подумаю, как это можно сделать и продолжим. Итак, продолжаем. Я, в принципе, разобрался. Нам нужно было построить терминалы с помощью именно, не пульта смотрителя, а конкретно терминала, который находится в разделе питания, разное, и генераторы. Да, вот здесь его выбираем, строим, и он спокойно подключается. Но он требует электричества. Я, в принципе, не хочу создавать вот эти древние моторчики. Сейчас покажу. Так, 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 нет. Да, то есть не хочу создавать вот эти вот древние беспонтовые генераторы. Я хочу нормально сделать, то есть который... Либо вот такой ядерный генератор, либо реактор, либо вот такую штуку. Она вообще пить производит, то есть вообще огонь. Вон, тут, в принципе, видно, его ошметки валяют с чего-то подобного. Не знаю, ну давайте попробуем разобрать это все. Так, и все, нам тут больше нечего взять, только можно пути эти убрать. Пусть пока будут, это мне все неинтересно особо, что тут навалено. Так, что нам не хватает еще, да? А нет, вот это мы можем построить. И вот это можем построить. Да, вообще огонь, огонь, генератор. О-хо-о, да-да-да, круто. Кстати, еще мне вот интересно, можно ли проводку провести, скажем. У нас же где-то здесь есть генератор еще. Блин, где же он у нас есть? Да, реактор Волтек, вот он, вот он родной. От него бы вот как-нибудь провести вот туда, в главный зал. Было бы вообще супер. Так, давайте попробуем. Так, соединители. Есть у нас что-нибудь такое более ювелирное? Ага, все так, да? Так, соединители и переключатели, это питание, от него же можно потом? Вот, скажем, если я его вот поставлю сюда. Он вообще включен, а у меня нет? А как его включить? Интересно. Ну да, в принципе, мы можем таким макаром все протянуть. У вас так все, кустарно будет, я бы сказал, достаточно. Так, вот сюда. Так, отмена. Сейчас надо провода все-таки прокладывать. Чтобы дело в гору шло. Так. А вот тут вот уже может не хватить, поэтому... Да, я знаю, как покрасивше, так сказать, можно сделать. Так. В потолок вот просто его сделать. О, даже сюда можно. Угу, замечательно. Так. Сейчас ставим сюда. Теперь ставим сюда. Отсюда ставим... Сюда. Так. Так. А, вот да. Ох, как ровно у меня получилось. Так, а, дальше я не тянул еще. Так, тут наискосок, наверное, надо будет взять вот сюда. Ага, отлично, вывели. Так, и еще нам одна понадобится. Вот сюда куда-нибудь. Во, огонь вообще. Так, и теперь, раз у нас выведено электричество... Так, лясик куда-нибудь сюда поставим. А, в принципе, лясик-то может и там стоять. Пусть стоит где-нибудь там нам терминал запитать сейчас самое важное. Что это было? Не надо. Да, конечно, это все настолько отвратительно и кустарно выглядит. Так, выбрать. Так, лясик придется переставить. Таким легким перфекционизмом займемся, конечно. Ну, я потом это сделаю все как-нибудь поинтереснее. Это сейчас так, для души, скажем, больше, чтобы все более вминаемо стояло. Все отлично. Сейчас зададим программу. Так, эксперимент, энергоцикл. Так, начала сохраняемся. Ну, то мало ли мы там что-нибудь протачим в программе. Так. Поощрение длительной работы. Выбрать другие параметры. Нет. Заметки доктора Брауна. Улучшение условий труда. Так. Давайте заметки посмотрим. Проект энергоцикл 1000 можно назвать успешным. Бесцельные физические упражнения стали экологическим источником энергии. Но я хочу, чтобы ваши исследования на этом не останавливались. Как мы можем улучшить эту модель? Можем ли мы при этом поспособствовать достижению других целей Волтека? Так. Улучшение условий труда. Заметки руководителя отдела разработки. Несмотря на возражения, группа доктора Рилли выбрала другие направления исследования. Они предположили, что естественные положительные стимулы сопровождают работу на энергоцикле 1000. Могут повысить выработку энергии. На первом этапе для стимуляции использовались сильные ароматы. Например, лаванда и апельсин. А затем к ним был добавлен звуковой фон волн, натыкающихся на песок. Влияние этих стимулов на выработку энергии оказалось удручающе малым. Примечание доктора Браун. Я сомневаюсь в компетентности Теда. Так. Выбрать другие параметры. Ох-ох-ох. Заметки. Тут тоже заметки доктора Брауна. Кучу всего читать. Так. Ничего замеры. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Я же еще ничего не выбрал, блин. Ай. Сейчас загрузимся. Мне не нравится такой вариант. Но работать я просто ткнул. Думал, что там может все-таки описание какое-то будет. Так. 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 Это мы посмотрели. Улучшение условий поощрения, увеличение выработки энергии. Выбрать заметки руководителя. Так. Электростимуляция подопытных при уменьшении скорости вращения педалей ниже критического порога позволяет увеличить среднюю выработку энергии. После нескольких неудачных экспериментов, протокол вскрытия 130К и протокол вскрытия 130Л, напряжение было уменьшено на 50% примечания. На всякий случай держите под рукой огнетушитель. Ага. Вот. Ввлечение выработки энергии. Это... Ну-ка, выбрать другие параметры. Ввлечение выработки, поощрение, лучше неусловно. Ага. Так, ну вот это мы не будем выбирать, потому что что-то она какая-то садистская. Так, поощрение мы читали. Сейчас, что-то наверняка... А, нет, не читали. В ходе многочисленных экспериментов мы установили, что некоторые подопытные оказывают физическое сопротивление попыткам заставить их работать на энергоцикле. Силовые и психологические методы убеждения могут быть неэффективны. В убежищах с малочисленным штатом охраны. Мы предположили, что инъекции небольших доз бафаута могут не только увеличить длительность и скорость кручения педалей, но и создать у подопытных наркотическую зависимость от этого занятия. Мы провели однократный эксперимент в лабораторных условиях. Через 43 часа непрерывной работы у подопытного остановилось сердце. Для последующих экспериментов рекомендуется уменьшить дозу. Так, второй вариант он наркотический. Так, выбрать другие параметры. Так, то есть и улучшение условий труда. Это счет принять выборы. Давайте вот этот выберем вариант, он как по мне более гуманным кажется принять параметры. Ну давай. Давайте трейдем какие-то вещи. Нет. Иди давай, крути педали, Ратон. Я тут проводку тянул, знаете ли, для тебя. И все, больше ничего. Так, я буду крутить педали. А это даже весело. Я провод немного неправильно протянул. Ой, что это? Чувствуйте этот запах. Незнакомый запах. Это метафрукт? Энергоцикл прикольная штука, если ты не против часок покрутить ногами. Че делаешь, Валентайн? Я хочу трейдить какие-то вещи. Я просто так рада, чтобы быть здесь. Я сделаю хорошо. Ты увидишь. Так, и че? Что нам дальше делать? Дать клэм покрутить педали в течение часа. А, да, в течение часа. Угу. Ммм, ну, можно просто подождать, если я не ошибаюсь, какая это клавиша делает. А, давайте поспим часик этот просто. Да ладно, пусти меня. Ммм, ну ладно, нам все равно придется кровать делать. Ну мы опять же все делаем максимально так. По-простому. Так, это кровать-убежище. Че, кровать-убежище еще небось надо делать. Пусть вот так будет. Ммм, ну, вроде все. Опа. Ты живой, чувак? Ой, извините, я сломал ваше убежище. Я так разломновался, так хотел, чтобы все получилось. Крутил педали все быстрее и быстрее. И тут убежище сделало бам. Пожалуйста, не выгоняйте меня. Почините энергоцикл. Ну, давай починим энергоцикл. Так, отремонтировали. Да, я его разверну по-человече. Вот так вот будет правильнее, чтобы прот в текстуры не заходил. О, вот так вот мне нравится, да. Ммм, ммм, отлично. Я посмотрела статистику энергоцикла. Если я правильно поняла, что написано в отчете, вы выбрали лавандовые ванильные ароматизаторы. Я чувствую себя невероятно хорошо. Это убежище лучшее. Мы же создаем новое общество, не курорт какой-нибудь. Моя одежда все еще пахнет. Для следующего эксперимента нам нужно принести кое-что из вашего внешнего мира. Волтек заказал разработку соединения корпорации Голюцеген, если должны были доставить сюда еще до того всего этого. Но почтовая служба больше не работает, поэтому нужно, чтобы кто-то сходил за этим пакетом. Так. Неужели вам все равно? Что? Не совсем понимаю, что это значит. Сохранимся, спросим. Весь мир, каким мы его знали, уничтожен. Неужели это для вас не важно? Очень важно. Именно поэтому эксперименты должны продолжаться. Мы должны всеми способами помочь тем, кто унаследует Землю. Понятно. Я мигом вернусь. Великолепно. Найдите пакет для смотрителя Барстоу. Когда у нас будут формулы, мы сможем приступить к следующему эксперименту. Отлично. Выполнили квест. Энергия для народа. Ну что ж, предлагаю тогда на этом закончить. Продолжим следующей серии. А на этом всем спасибо. И пока. Да, потоление надежды. Я им... С...